Ровное, что я поменяла, это я просто полюбила эту жизнь и сделала всё для того, чтобы полюбить свой каждый день, свою рутину каждый день. Ребята, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Господи, я так счастлива, я так давно с вами не болтала. Кстати, не обращайте внимания на мой такой немножечко полуделовой стиль. Все дело в том, что я только что записывала видео для канала Teach Me Group. Если вам интересно, то вы можете перейти по ссылке в описании и посмотреть, познакомиться, поставить комментарий свой, чтобы вы с этого канала пришли. Я буду этому очень рада. Вот автоматический уровень счастья растёт с приходом весны. И когда я всё-таки добираюсь в свои выходные дни до съёмки роликов, то, конечно, моё настроение тоже сразу повышается. Сегодняшнее видео, на самом деле, я его уже сняла. Сейчас я записываю начало, вступление и конец. Как бы такую небольшую предысторию рассказать, потому что, на самом деле, тема питания, тема РПП, тема похудения, она многие годы была очень важной и очень сложной в моей жизни. Поэтому мне хочется уделить там какое-то отдельное внимание. И в конце я просто поделюсь своими уже выводами, своими советами. То, что я для себя вынесла, да, как урок и что, как мне кажется, может помочь вам. Это такая тема, которая, особенно в наше время, популяризацией худобы, очень болезненная для многих, принято говорить только о каких-то физических болезнях, физических травмах. А когда это что-то связанное с твоей ментальной системой, в том числе РПП, это ментальное заболевание, то как-то этому не уделяют особое внимание и воспринимают это всерьёз. Мне это очень важно, в общем, освещать темы. Так, начну с того, что тема с моим РПП началась где-то на первом курсе, когда я переехала в общежитие жить в Питер. Офигела, мягко говоря, от количества домашки и от количества вообще нагрузки в вышке. Я училась в высшей школе экономики. Тогда, честно говоря, живя в общежитии, в комнате, не знаю, там метр на метр с пятью девочками, где у меня вообще не было личного пространства. Последнее, о чём я думала, честно признаться, это о том, как приготовить себе поесть. Потому что приезжая домой, всё, что я хотела, это просто лечь спать и вообще спрятаться, и сбежать от этого мира. Я жила рядом с... в наше общежитие, точнее, находилась рядом с Макдональдсом, в центре города. И мы с другом часто очень туда наведывались. Много других моментов было. Короче, все мои какие-то жительные проблемы выпали на мой первый курс. И всё вот это вкупе дало себе знать. Я помню, меня тогда высыпало на лице, на спине. Я растолстела в моменте. Так вот, я сама этого не заметила на 10 килограмм. И для меня, как для человека, который все свои школьные годы был худеньким, красивеньким, я всегда получала очень много комплиментов и внимания со стороны мужской и также от подруг. Никогда у меня никаких комплексов связанных с внешностью не было. Вот тут где-то покажу фотографии, как я выглядела в то время. Всё это очень большой урон по моей уверенности в себе нанесло. Когда я говорю кому-то там, да, к каким-то знакомым о том, что я ужасно неуверенен в себе человек, и у меня очень много комплексов связанных с моим внешним видом, то мне никто не верит, потому что... Не знаю, честно, почему. Знаете, вот сейчас я смотрю на себя в камеру, я себе нравлюсь. А бывают дни, когда мне просто даже не хочется выходить на улицу и показываться этому миру. Настолько я себя в эти дни не люблю и не идентифицирую. Если люди, которые меня смотрят, да, проживали что-то подобное, они понимают, насколько это тяжело и болезненно, и ни один комплимент в твой адрес в этот момент, потому что были люди действительно и спасибо им, которые пытались меня поддержать и говорили мне о том, какая я прекрасная, какая я красивая, и что для кого-то я идеал красоты, но это всё не стоит ничто в сравнении с тем, когда ты сам себя таковым не считаешь. Когда у нас есть внутренняя уверенность, а, допустим, какое-то важное собеседование или какой-то кастинг, или какая-то встреча важная, выпала именно на тот день, когда ты выглядишь не очень, и если, в общем, наше мироощущение, наше настроение и то, как мы несём себя в мир, будет зависеть только от вот этой внешней оболочки, да, то это очень легко у нас забрать. В общем и целом этот путь занял у меня около пяти лет, потому что бы снимать это видео и нравиться себе в этом видео, и монтировать его не с таким лицом, потому что несколько моих последних видео, где я вешу выше своей нормы, где у меня везде второй подбородок, и, ребят, я клянусь вам, когда я монтировала, у меня каждую минуту вот так вот дёргалась рука, потому что бы вообще нафиг удалить это видео, никогда его не выкладывать, но я это сделала чисто вот принципиально ради себя самой, потому что для меня было очень важно оставить в некой такой истории воспоминания о том, что когда-то я выглядела так, а когда-то я выглядела по-другому. Просто стирать эти этапы жизни не считаю правильными, я никогда не скрываю никакие видео на моём YouTube-канале, хотя, если посмотреть мои первые видео, ну как бы тяжело их смотреть без смеха. Но на самом деле, вот так оглядываясь над это, я понимаю, что большую часть времени я потратила на то, что я ныла и жалела себя. Совсем недавно, благодаря поддержке, в первую очередь, моей мамы, я пошла в зал наконец-таки для себя. Ребят, клянусь, я тот человек, который ненавидел зал всей душой. Я громче всех кричала, что поход в зал — это будет последнее вообще, что я буду применять. И в голове всё-таки жила вот эта вот мнимая мысль, надежда и мечта о том, что как-то всё самообразуется. Я снова стану 15-летней Катей. Честно с собой поговорила и поставила себе установку о том, что я иду сейчас туда ради себя и ради удовольствия, что от каждой тренировки я буду получить удовольствие. И я буду делать это не для того, чтобы стать худой и кому-то понравиться. Да, потому что, как мы обсуждали ранее, это, как казалось, вообще не имеет никакого веса. Я просто боюсь, что найдутся в мире люди, которые поймут, о чём я хочу сказать. Каждый раз идя на тренировку, как бы сложно ни было, я говорила себе о том, что я это всё делаю для того, чтобы полететь в космос. Когда я смотрю видео с Селены Голмас, с Кэндал Джейнер, мировые такие фигуры, которыми мы восхищаемся, я когда-то поняла, что я их восхищаюсь не просто потому, что они худые и красивые, точнее, не только поэтому, а потому, что в первую очередь они представляют из себя очень крутых личностей, да, личностей, которые намного способны, которые очень много делают всего в течение дня, потому что у нас у всех 24 часа в сутках. Некоторые используют их на максимум, да, чтобы слепить из себя какой-то свой личный идеал. А некоторые, как я раньше, просто, ну, вот все 24 часа. Стать очень выносливой, очень сильной, очень, вот, очень-очень-очень по всем категориям. Так наполнить свою жизнь, чтобы она стала воплощением какой-то мечты, понимаете? Вот этот вот лайфстайл из Пинтерс. Благо, моя работа сейчас очень активная, да, то есть я там 12-14 часов в сутки нахожусь на ногах, и я замечаю, как я теряю вес просто ходя на работу. Это, на самом деле, тоже очень круто. Короче, мне просто хочется сказать, на самом деле, видите, я очень говорю много, потому что это действительно такая же трепещущая линия темы, и я понимаю, что это не то видео, которое наберет миллион просмотров, просто потому что оно не содержит в себе сухой вот этой вот информации по полочкам, но мне кажется, очень важно делиться именно вот этим вот полноценным своим путем со всеми эмоциями. Ребята, эксклюзив, показываю вам свои кухонные фавориты последнего месяца. В общем, самое лучшее сочетание в мире, которое только можно придумать, это арахисовая паста. На самом деле, фирма не имеет значения, я разные брала. И вот эти вот хлебцы от Доктор Корнер. Чаще всего можно найти в магазинах клюквины, но еще очень вкусно с карамельными. Вот, я их тоже очень люблю, но, в принципе, и те, и те. Очень вкусно получается. Какая-то у меня ассоциация, как будто шоколадку ешь, но при этом такую хелфи-шоколадку. Ребята, для меня главное достижение первого месяца этого года, во-первых, кстати, сейчас пока горела, вспомнила, я больше не хожу на маникюр, я теперь делаю его себе сама, и мне вот такие вот коротенькие ногти нравятся намного больше, честно говоря. Да, просто такие ухоженные, без всего. Но я не об этом хотела сказать, я хотела сказать про то, что я полюбила овощи, наконец-таки. У меня был настолько испорчен, если что, только проснулась. Мой рацион. Ты очень много, очень долго ешь только вредную, но очень вкусную еду, насыщенную там сахаром и всякими, не знаю, химикатами. И у меня вот самое мое любимое, это было съесть перед сном шоколадку целиком, представляете? Или в другой день пачку чипсов. И, естественно, вкусы у меня под это перестроились, и все вот такое вот. Мне казалось ужасно пресным, ужасно невкусным, а грудцы меня вообще от них подташнивало. Поэтому я главным вообще достижением этого месяца считаю то, что я смогла себя дисциплинировать и смогла действительно полюбить такую еду, потому что сейчас я просыпаюсь с утра, я знаю, что с утра типа я могу поесть много, могу поесть сытно, вот такое вот себе накладываю. Тут все как бы, она даже выглядит, посмотрите, насколько красиво. Просто лето какое-то в тарелке. Я прям жду, я знаю, что я сейчас поем, я насыщусь там типа на день вперед, и мне будет реально очень вкусно. И это действительно, это вот дисциплина как-то, мне кажется, вырабатывается, когда ты просто продолжительное время ешь, ешь, ешь эту еду, и твои вкусовые рецепторы привыкают, и действительно вот для меня это, то есть я это уже ем не потому, что это полезно и это надо, а потому что у меня это реально вкусно. Вот, такой инсайт. Кстати, еще с вами поделюсь, раз уж вышла на связь. Я сейчас смотрю второй день подряд интервью у Надежды Стрелец, женщины-ученые, 14 миллионов просмотров, чтобы вы понимали, оно очень расфорсилось, но действительно, потому что эта женщина говорит о таких фундаментальных вещах, я под очень большим впечатлением от этого интервью. Короче, она сказала, что преподает лекции у нас в Ленинградской области, есть центр, как бы школа для одаренных детей, интеллект называется, и у меня все сестра моя младшая туда, ну, как бы стремится попасть, и оказывается, эта женщина читает там лекции, я такая думаю, блин, господи, я бы сама очень хотела туда попасть. Она рассказывает про работу мозга, и мне в то время вот эта тема очень интересна, тема психологии, я даже разговаривала, признаюсь вам, разговаривала с семьей, думала о том, чтобы пойти получать второе высшее на психолога. Не знаю, как-то меня смущает то, что я еще не миллионер, и куда я опять пойду учиться? Я смотрю, так голову поворачиваю, что мне пишет моя тренер, у меня вес встал, я очень из-за этого расстраиваюсь. Она мне дает наставление, рекомендации, мотивирует меня не бросать это дело. Смотрела фильм «Вызов» с Юлией Пересильд, про то, как актриса полетела в космос. Когда в зале я, и мне тяжело, я держу в голове одну мысль. Катя, ты должна быть сильной, чтобы потом полететь в космос. Это вот действительно, чтобы вы понимали то, что меня мотивирует. Я даже смотрю, когда я отжимаюсь, ну, там, перед зеркалом делаю, у меня вот тут вот, ну, вот эти вот прожилки, они вот так вот просто все трясутся. Еще бы режим дня выправить, и вообще было бы идеально. Ну, я стараюсь, я иду к этому. У нас же недавно, блин, я уже 4 минуты болтаю. Недавно, короче, в Ленобласти с 25 по 30 января отключали мобильный интернет. А у нас дома нет Wi-Fi. Это отдельная история. И в 22.30 отключали интернет. И я такая... Первые дни у меня вообще была паника. У меня было, ну, такое прям сопротивление. Потому что даже сериал не посмотреть. Я смотрела, знаете, по телеку. Короче, программа такая из детства классная. Понять, простить. Там тоже такая психология. И получалось в эти дни выправлять режим. Сейчас опять я ложусь спать к двум. Вот сегодня я легла в два. И мне такое, конечно, не нравится. Потому что сон, это вообще... Это то, с чего надо начинать. Первый шаг. Я не буду нас снимать, но у нас закончилась тренировка. Вот мы в спортзале. Да, доказательства. Мы сидим с Астасиками и чокаемся. Я хочу сказать, что шла третья неделя похудения. Но выживать не как могли. На водичке. Ребята, идеальный ужин выглядит так. Так, креветки с чесноком и лимонным соком. Салатик. Вот такой вот. Ну, тут, я думаю, все понятно. Но самое главное, чтобы была фитакса. Потому что без фитакса невкусно. Мы пришли в зал. У нас сегодня взвешивание. И мы прячемся в зале, потому что мы не хотим взвешиваться. Потому что я набрала за эту неделю. Мне кажется, я тоже. И даже не просто остался вместе. Я набрала на похудение. Короче, а у меня новая комсточка. Это единственное, что поднимает мне настроение. У меня даже комсточка старая. Пошли. Вчера посоветую девочке из зала. Купила вот такое молоко. Потому что я очень люблю кофе. Именно варить. И чтобы лишний раз не пить молочку. В общем, буду такое пробовать. Кокосовое. Она сказала, именно важно, чтобы было на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасаем. Пора успели. Чтобы именно было на рисовой основе. Я взяла кокосовое. Астасия взяла миндаль. Пробовать. Надеюсь, это мне поможет. И очень тяжело, ребята, смотреть вот на это. Вы бы знали, как. Эх. Ну, ладно. Захотелось сделать вам такую честную рекомендацию. Это не реклама. Бренд, на который я недавно наткнулась. Просто потому, что он недавно, на самом деле, появился на рынке. У них вышел скраб. Вот такой вот. И баттер. Они оба со вкусом лимона. На самом деле, это вкус, который очень нетипичный. Он мне никогда не допыдался. Но он меня просто покорил. У них еще текстура такая. Вот, я думаю, даже видно по баночке, насколько мыслинистая. Ребята, я рожу. Это влог. Вот это. Мадам. Выбрала себе сегодня вот такой ужин. Папин праздничный торт. Тем временем, мой ужин. Реалитеты расставлены правильно. Но она может себе позволить. Она подросток. У нее еще метаболизм хорошо работает. Как у меня хорошо. Что, позови меня куда-нибудь и расскажу. Ну да. Что это за... Ну и никакой, короче, конкретики. Никакого серьезного отношения. Тук-тук. Аня. На каких настроениях? Сейчас ты ее подниму. Что это? Посмотри. Какие малки? Открывай. Что это? Вкусняшка? А почему не вкусняшка? Ты есть хочешь? Да. Ты голодаешь? Это маски. Какие классные. Ой, это моя вся. Класс? Ой, это тоже моя. Ой, это моя. Лето. Аня, что-то ты разошлась, мне кажется. А откуда такие маски? Заказала на Wildberries. Всем hello. Иду с массажем. На улице солнышко. Это не может не радовать. Точнее, это даже не то, что не может не радовать. Это причина, по которой я живу сегодняшний день. Потому что сегодня он достаточно загруженный. Очень много дел. Поэтому такие дни я стараюсь начинать для себя как-то с чего-то приятного. Например, с массажа. Пойду домой попью кофе, а потом пойду в поликлинику, потому что мне для моей новой работы. Мне нужно, в общем, сделать или нет, книжку. Мне нужно получить там всякие документики, бумажечки. Ну, короче, такие взрослые делишки, да? Вчера сидела, искала свои прививки со времен детского сада. И что-то сидели с мамой. Копошились в этих документах. И моя младшая сестра такая говорит, не хочу быть взрослой. Стараюсь с позитивом принимать все это. Ну, потому что это неотъемлемая часть жизни. Поэтому либо мы от нее убегаем и прячемся. Либо мы смотрим своим страхом в глаза. Ксюша, кстати, моя массажистка сказала, что у меня очень сильно забита спина. Но я это и сама предполагала. Именно поэтому я к ней пришла. Но вот это как раз связано с тем, что я хожу в зал. Это очень круто. Я вижу очень большие изменения для себя. На данный момент я похудела всего лишь на 2 килограмма. Но визуально и по сантиметрам это намного больше. И это супер. Блин, стараюсь не трясти вам камеру, чтобы вас не укачало. На самом деле визуально это намного больше. И я прям очень этому радуюсь. Я на меня сегодня сделала комплимент. Но от того, что в зале. Сами понимаете, какие упражнения. Мы там на спину делаем. И с гирями, и с резинками. С гирями, так сказать. Там гирки по 5 килограмм. Но не суть. У меня очень сильно задевается грудная клетка и спина. Обратный массаж внедряет в свою жизнь. Как бы на постоянной основе. Потому что я чаще всего вот так хожу разово. Когда уже что-то прям совсем жесть. Никогда не пренебрегайте, во-первых, массажем. А во-вторых, самое главное и первоочередное это растяжка. Потому что очень важно все вот это вот растягивать. Так вот меня любят. Я хвост долго зализывала. Не уничтожаю его. Не уничтожаю. Я, кстати, хожу уже на растяжку. Я уже сижу почти на... Давай вместе на шпагат. Раз, два, три, поехали. Ну еще. Все, пока достаточно. Приехали. На левую ногу сижу. На правую еще нет. Покажи. Не могу, да? Сейчас на видео не сяду и, короче... Давай попробуем. Я же не разминалась. Мне страшно сейчас что-то... Я хожу на растяжку, на клащику и на баре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы у вас на тренировке. Любуемся цветами. Отпахали сегодня тренировку 100. Короче, самая моя любимая тренировка, это когда по 100 раз мы делаем разные упражнения. И потом в конце суммируются очки. И типа кто победил. Она сделала больше. А по внешнему виду, как будто я. Ну да. А нет, я вообще только к маме с Машей сделали по 900 раз. Почему примерно тысячу раз. Я даже не могу. Жесть. Вот такие мы. Крутошки. Так, молоко. А то, что мама отправилась за молоком, а мы тут влог снимали. Я хочу вот этот йогурт. Если ты заплатишь за это, пожалуйста. Да, я вот этот очень люблю с манго. Манго. Он такой вот хелфи. Манго семячем. И в завершение этого видео возвращаюсь к вам. И хочу всё-таки поделиться своими основными выводами и советами. С чего я начала, я сказала себе Катя. Твоё похудение займёт у тебя от года до двух лет. Я перестала себя кормить какими-то ложными обещаниями. В виде того, что я сейчас быстренько похудею к лету за 1-1. Два-три месяца. Вообще, мне кажется, путь к счастью — это полюбить вот этот вот свой путь. Полюбить каждый, блин, день. Каждый вот этот маленький результат разрешила себе долго идти к своей цели. Я до сих пор к ней иду. Вот прошло два месяца, да, и то я сделала меньше, чем предполагалось. И я уже довольна результатом. Я пошла в зал, да, как я вам и сказала, и начала заниматься по три раза в неделю. Но, как мы все знаем, зал — это ничто без питания. В идеале ещё, конечно, подключить массажи. Вот я это планирую сделать чуть позже. Первое — изменила свой лайфстайл. Я выбрала себе активную работу, где я, повторюсь, я не сижу ни в офисе, там, да, на кресле, а я двигаюсь постоянно в течение дня. Очень много общаюсь с людьми, очень много получаю от мира всего другого. То, что я раньше заполняла едой, да, недостаток какого-то общения, каких-то эмоций. Я начала с собой разговаривать. Как бы это ни звучало, каждый раз перед приёмом пищи я сама с собой рефлексировала, я с собой торговалась. И вот так вот, так вот маленькими шажочками я просто пыталась быть честной с самой собой. Я напоминала себе о том, что мне лететь в космос, да. Вот. Найдите для себя вот этот космос личностный, то, что вас будет мотивировать, вдохновлять и поддерживать на полову. То есть какая-то должна быть больше и истинная, более истинная мотивация, как мне кажется, чем просто быть худой. Хотя, возможно, для кого-то и это есть уже стопроцентная мотивация. Напоминала себе про космос, напоминала себе про здоровье, напоминала себе про то, что та женщина, которой я хочу быть, у неё немножко другой всё-таки лайфстайл. То, что мы едим, это и есть мы. Помнить каждый день просыпаться и помнить, ради чего ты это делаешь. Вот два месяца это был мой основной фокус. Сейчас я его чуть-чуть сдвигаю, но опять-таки чуть-чуть, потому что есть ещё была главная проблема в голове, то, что я в какой-то момент перестала верить, то, что у меня вообще получится похудеть, то, что у меня получится преодолеть саму себя. Это же в первую очередь просто преодоление врага, да, который внутри тебя живёт. Мне кажется, в людях очень сильно развита жалость какая-то к себе, да, какой-то вот этот защитный механизм, который нас очень много стопорит. Такой уж мой рецепт. Я чувствую, что я уже очень много договорила, на самом деле. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Если вы хотите задать, возможно, какой-то мне вопрос конкретный, пишите в комментариях или пишите мне в Инстаграм, как вам комфортнее. Спасибо, что вы со мной. Видимо, это самое ценное вообще, что может быть. Это ваше время, ваше внимание, которое вы потратили, посмотря это видео. Надеюсь на то, что вы захотите остаться со мной. Хорошего дня, хорошего, приятного аппетита, спокойной ночи. И там всё. Я вас люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok